Много спаленок у нас. Дядь, ты чё? Он восстал из мёртвых ребят. Всем привет, друзья, с вами Степастор, и сегодня мы будем с вами играть в Fierce de Fat Home. Ребят, я очень давно хотел. Вы знаете, что эта игра легендарная на самом деле, но я в неё ни разу не играл, поэтому не будем тут это бухтеть, начинаем. Пятый эпизод. Типа, сбежать из леса. Я не знаю, что за Woodbury, какое-то, видимо, местечко. Такс, ребят, мне нужен был кофе, чтобы закончить день. Я выбрал русский язык. Я не знаю, насколько это будет хорошо или плохо, но я надеюсь, что мы сможем всё понять. Я немножко побаиваюсь, потому что я знаю, что это за игры. Я видел прохождение у Брайана, и не надо говорить, что он уже прошёл. Я знаю, я об этом понимал, об этом думал. Но, собственно говоря, успел только сейчас. Потому что вот на работе я не могла просто идти. Мне нужно было выпить кофе. То есть сюда мы не можем идти, потому что кофе там. Ну, спасибо, в принципе, это мы узнали. А почему мы так медленно ходим? А когда нужно будет убегать, мы тоже так будем медленно ходить? А где звуки какие-нибудь хотя бы? Надо погромче сделать. Да. Ведь это ничем плохим точно не закончится, правильно? Такс, директоры, тут какие-то у нас офисы. Ну, понятно, вот я на работе тоже так хожу. У нас, правда, как-то кухонька, она, ну, менее атмосферная. Какая-то менее криповая. Чипсики кто-то оставил. Опа! Сачок. Так, ну вот, видимо, здесь мы можем кофе сделать. Не знаю, ну, давайте бросим. Господи, звуки. Мы приготовим чашку кофе. А мы сейчас что, играем в Чиллос Хаус? Или во что мы играем, ребят? Кофе готовите. Так, чашечку взяли. Ну, наверное, мы ее поставим. Такс. Нужна вода. Вот это Water Water Flip Challenge. Мне нужна была пустая час, скажи, чтобы налить воды. Ну, давайте. Это АСМР какое. О, боже. Так, ну сюда, видимо, мы ее наливаем. А что, на анимации денег не хватило? Так, этот. Руки были заняты. Но я взял кофе, положил его в чашку и поставил ее сюда. Нажимаем. И теперь даже захотя из какого-нибудь кофеечка. Так, ну так не пельется. Может, остановить? Мне нужно было закрыть его крышкой. А ты типа пры... Слушайте, мне уже как-то этот протагонист... К. Какие-то вопросы вызывает. Мы что, в кофейне реально? Закрыли. Взяли. Все. Пить. Так, ну все, у нас есть кофеечек. Пьем, пьем, попиваем. А ведь от кофеина. Ну да! После кофеинчик это сразу в туалеты пошли. Видимо, мы работаем в каком-то офисе. Но пока непонятно, что это за офис. Но вот туалет очень удобно расположен. Еще я сейчас дверью пришибиться. Ну да, это по мне. А, ну... Слушайте, вроде бы как мы играем за женщину. А что быть, если мы пойдем в мужской туалет? Не пускает. Прилично, видимо. А ты прям с кофе, да, в туалет? Может быть, ну как-то вот поставим его сюда. Нельзя. С кофе в туалет. Ну кто так ходит? В зеркале мы не отражаемся, мы вампиры. Здесь у всех игр все такое в туалет. Я не могла это сделать, когда дверь была открыта настиж. Пожалуйста. Такс. Присели, значит. Они сделали, они сделали туалетометр. А кто ходит? Кто идет? Или это мы типа такие ножками топаем? Там кто-то ходит. Ну блин, если это в женском туалете кто-то... Ты что делаешь в женском туалете? О боже. Я правда никогда так не пугался. Какой ужас. Это буквально первые секунды. Я в шоке просто. Простите, мэм. Я не знал, что вы здесь. Все нормально? Нет, все не нормально. Как вы? Не так уж и плохо, мэм. Я как раз заканчивал уборку. Ну, видимо, да. Тут решил посмотреть, как я тут журчу водичкой. Угу. Я люблю убираться допоздна, потому что в это время здесь довольно тихо. У тебя как... Слушайте, а инсульт, что ли? У тебя один уголок рта не улыбается. Вы опять работаете допоздна? Ну да. Вы, молодые люди, действительно работаете не покладая рук и не покладая кофе. Вы тоже позаботитесь о себе. Хотя бы реально убирается? Ладно. Ё-моё! Хорошо, что туалет рядом. Я как бы еще на толкане сидел, да? Не надо тут. Не подходи ко мне. О, боже. Это просто какой-то кошмар. Так, ну давайте уже допиваем наш кофе. И может быть, что-то домой пойдем. Смотри, тут уже вон ночь. Вон, все, бросить. Уборщик сам уберет. Нет, ладно, я хороший человек. Я в мусорку положу. Можно же так, да? Ну, в принципе, получилось. Так, кто нам звонит ночью? Я надеюсь, нам сейчас позвонят, скажут уходить нахрен с работы. Потому что вон, там уже заведения закрываются, открываются, тут уже все уехали. Мы тут одни сидим. Тут даже вон света мало. Это не рабочие условия освещения. Алло. Что значит подняться? Алло. Здрасте. Ответите, как Сидни Харпер. Здравствуйте, я Сидни Харпер. Привет, Майк. Я просто заметил твоего мобильного уже часа два. Звонок постоянно переходит на голосовую почту. Все в порядке? Да, мой телефон в последнее время барахлит. Надо голос такой для вот рабочей женщины, да, давайте. Да, мой телефон в последнее время барахлит. Неловкий смешок. Нет, я не смогла договориться с клиентом ранее. Шучу, шучу. А что ты хочешь в меня? В любом случае. Уже становится поздно. В последнюю работу работа была невыносима. Особенно в последнюю минуту, например. Да. Чтобы позвонить меня. Ой. Чтобы подбодрить меня, забери с этой работы лучше. Нет, я собиралась сделать это после работы. Я думаю, что все будет нормально, да. Да, давай, пожалуйста. Очень хорошо звучит. Что за Нора? Ты мне звонишь или Норе? Ты определись, пожалуйста, а? Да, пожалуйста. Это Нора? Это Нора? Повесить трубку. Пока. Мы что, сейчас должны еще и бюджеты считать какие-то? Так, ну давайте начнем. Стартуем. Так, хорошо. Мы тут, значит, можем что? Кто-то играл в игре? О боже. Во что мы играем? Какие-то трэп. Here. Что нужно? А, все, хорошо. Ага, тут надо на русском не печатать. Хорошо. Я понял, в чем мы делаем. Нам нужно печатать это, этот, тренажер. Я умею. О-о-оу. Что? Оу. Care. Ладно, давайте еще раз попробуем. В принципе, я понял. Сейчас. Приноровился. Секундочку. Так. Jump. Care сейчас будет. Так, офисная. Range. Search. Code. Idea. Пока у нас стопроцентная аккуратность, так сказать. Точнее, точность. Это ложный групп переводчика. Потому что я-то знаю. Такс. Кто к нам ближе? Red. View. Letter. Умыто. Что это за инопланетяне, которые боятся слов? Rather. Red. Engine. Так, 30 хп осталось. Такс. Эээээ. Денгаз. Хандрид. Хандрид, я говорю. Скин. Пока у нас все не так уж и плохо. 30 хп, правда? Такс. Голд офис. Павер. Стэн. Лейт. Стэн. Клей. Так, мы пока что вроде бы прошли дальше, чем были. И. Мэджин. Фит. Затем, что это? Бай. Тэн. 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 Эээээ. Лейт. Драй. Такс. Вот теперь уже, если что, я могу закончить, потому что я прошел дальше, чем я до этого был. Тебе кажется, сейчас будет что-то плохое, нет? О, не, мы до машин дошли. О, то есть мы прошли эту игру. Слава богу. Что мы можем написать? Ха. Ребят, я другие буквы пишу. Rentcabin.com Давайте кабину, значит, такую себе, так сказать, деревушку поищем. А, куда вы собираетесь? Ну, Woodbury Gateway. Угу. Ищем. Ищем, значит, нам такую кабинку, домичек. Ух, эти сайты? Я таких даже не видел. Так, 3500. Ой, 350 долларов. Нам не подойдет. Ну, что с Wi-Fi. 249 за ночь. Дороговато у вас тут, дороговато. Вот, 999. 309, 3 звезды. Ну, 3 звезды это не так уж и много, но не так уж и мало. Слушайте, нам только это подойдет, значит. Зато здесь можно рыбачить, Wi-Fi. У нас сад есть, кухня. И даже можно припарковаться у телевизора. Значит, неплохо. Выглядит просто так, как скринжот из этой игры. Ну, да. В принципе, 2, значит, для трех гостей. У нас как раз трое. Я, кто-то там и Нора. 2 спальни, 2 кровати, 1,5... Что значит 1,5 ванн? 2,5 ванн в комнату. Это как? Все, мы забронировали. Печатаем наши, значит... Ага, квитанции. Эй, я предполагаю, что вы получаете сотни, если не тысячи историй ежедневно. Так что я вкратце расскажу вам о том, что случилось со мной. Извините, если что-то из этого покажется странным, но я была в спешке. Это ведь игра про истории, которые кто-то реально рассказывает. Когда мне было чуть за 20, я работал в крупной консалтинговой фирме в своем городе. Че такое? Жизнь в фирме была постоянной... У-у-у-и-рой... Встречами с клиентами и попытками доказать свою состоятельность. Что не оставляло для досуга времени, не говоря уже об общественной жизни. Работа, конечно, хорошо оплачиваемая, но в ущерб моему душевному спокойствию. Это плохо. Это плохо. Я Сидни Харпер, мы играем за Сидни. Харпер. И эта история произошла в один из таких дней. Один из моих друзей по колледжу, Майк, в колледже еще, значит, предложил нам съездить на выходные в сельскую местность штата Вермонт, что звучало как идеальный перерыв от работы. Но моя другая подруга Нора тоже быстро согласилась. План был прост. Мы арендуем небольшой домик, заезжаем в смену пораньше в пятницу, уезжаем и возвращаемся в понедельник. Майк заехал за мной. Ну что, поехали? Я бы сейчас тоже в какую-нибудь кабиночку, так сказать, в лесу отправился. Это ты, Майк? Ну слушайте, ну, PS5 плюс Майкл. Как можно отвечать, извиняюсь? А как отвечать? Добрый день, довольно прохладно сегодня. Да, прохладно. Я вас кое-где видел, но не имел возможности представить. Меня зовут Гэл. Я Сидни. Мы на десятом этаже, верно? А я на восьмом. Да вы знаете. Я просто видел, как вы несколько раз выходили на десятом этаже. Так если ты на восьмом. Как ты видел, что мы выходили на десятом. А чем вы занимаетесь по работе? Я инженер-программист. Дорого зарабатывает, по человеку видно. Я работаю в консатинговой фирме. А, ну понятно. В любом случае, я надеюсь, вы хорошо проводите остаток дня. Мне нужно купить койки и продукты, пока не пошел снег. И вам того же. А как отвечать-то? О, ну началось, да. Это мы знаем, вот эти вот миллиард каких-то сообщений. Но я пока что не хочу читать. Давайте когда-нибудь это вот в дороге там будем или еще что-нибудь. Сначала я забыл свой чемодан в лифте. Эй! Реально? Совсем что ли? Без чемодана ты куда пошла? Нам вот за этим, дядя, идти? Так, меня сейчас еще собьют. Давайте по пешеходному. Ну ничего, не сигнал. То есть ты просто вышел? Ну ладно, подождешь пока я перейду. Ничего, тут пешеходный переход. Вообще парковка. На парковке у пешеходов приоритетное право такта. Знаете, что такое? А давайте к нему в машину. Зачем нужно было закинуть багажник? А, так это за нами? Обнимаемся. Я не знаю, почему-то мне не понравилось это. Как-то странно было. Ты все еще так обнимаешь людей? Почему бы тебе не обнять меня так, словно ты скучала по мне? Это просто пробное объятие, чтобы понять, чувствуешь ли ты запах первый. Запах первый. Хихикает. Справедливо. Но к твоему светильню я приняла душу. Только по такому случаю. Для Синий Харпер нет ничего невозможного. Это нора или почему женский? Сильно обнять. Ты крутой утопжали. Ты хорошо выглядишь. Как и ты, Майк. Ты можешь просто забросить свои вещи на заднее сиденье. И мы отправимся в путь. Выходим. Ну давай. Яндекс.Такси, вези нас вперед. 426. Че не 420 уж? О, ну вот у нас такая поездочка. Смотрите, как она смешно реально. Пошел снег. Майк вел машину. А дорога была просто прекрасной. А у нас что-то качает. Ха. Разве это не странно? Раньше мы мечтали сбежать из колледжа. И вот мы здесь. Пытаемся сбежать от жизни, которой хотели жить. Мы не могли дождаться, чтобы выбраться в реальный мир. Может, мы просто знали, насколько реальный мир, но знаешь, иногда отстойный. Да, согласен. Изменения просто тяжелые. К примеру, приспособления к новой работе. Кстати, о работе. Как у тебя продвигаются дела? Мы работаем над проектом, который использует машинное обучение для прогнозирования рыночных тенденций. Искусным интеллектом занимаешься, понятно. Довольно современный материал. Ммм, похоже, ты формируешь будущее. Пока еще не Тони Старк, но да, я согласен. Ты на дорогу смотри давай. Знаешь, я никогда не понимал, чем вообще занимаются консультанты? А мы консультируем? Типа, у нас там какие-то сообщения. Хай, Сидни. Спасибо за бронирование вашей недвижимости в Удбери. Ты едешь куда? Ну, в оленя, в принципе, так-то логично. О, черт. Это было близко. Знаешь, я прочитал в интернете, что по поверьям коренных-то американцев увидеть оленя, перескакивающего твой путь, это как получить послание от вселенной, что нам не надо ехать. Так, дай читать. Спасибо, Рик, мы с нетерпением ждем, просто подтверждаю, что время заезда в 15. Да, это так, ключ будет в сейфе входной двери, код такой-то, такой-то. Давайте лучше запишем, а то у нас телефон потеряется. Нет, я запомню. 51-76. 51-76. Позвоните, если будет проблема. Уже почти пять вечера, и я не получил подтверждения. Как далеко мы сейчас? Это должно быть примерно в полутора часах езды отсюда. Ну, ты знаешь, когда едешь по снегу, каждый штук путешествует по межгалактическому пространству. Что ты имеешь в виду? Посмотрим, как снежинки кружатся вокруг фар. Фар? По фрейду оговорочка. Как будто звезды галактики проносятся мимо нас. Ну, может быть, может быть. Уже почти вечер, и не получаю от вас текста подтверждения. Дай дочитать. Это так. Красиво. Ты меня согласнить пытаешься или что? Мы тут вообще-то в кабину в лесу едем. Немножко странно. Мы уже в пути должны быть около шести. Снег задержался. Окей, подтвердите, пожалуйста, регистрацию и путешествуйте спокойно. 5-14. Уже полчасика едем примерно. Такс. Day Remarked. Какой-то магазин молочки, по всей видимости. Майк, а может быть мы возьмем молочки? Йоу, Харп, зацени это. Вот эту полицейскую машинку или вот пицца. Это хорошо. Давай, давай, заезжай поскорее. Пицца Слайсис. 4 доллара. Ну, это неплохая цена. Это неплохая цена. Знаешь, Харп, я тебе так скажу. Эти новые GPS-системы, это что-то с чем-то. Ну да, когда они говорят вот это вот примерно. Мем какой-нибудь здесь там. Это пиццерия именно там, где она показывалась на моем GPS. Это как жить в будущем. Я настолько голоден, что сам мог бы целиком здесь пиццу. Я тоже. Ну ладно тогда, Харп. Операция Пить. Сопить, стоп. В деле пить. В деле. Приготовься к приземлению. Вылезти. Слушайте, ну у нас смешной друг, в принципе. Он любит пиццу. Это же неплохо. Хоть только немножко медленно, но мы тоже не скоростные. Так, тут у нас физы всякие. Автомат. Не придется ли нам деньги тут снимать? Такие вот машинки. Ребята, я как будто чувствую холод. Вот это да. Салями нельзя съесть, барбекю нет. Че ты ждешь? Ну, смотрю немножко. Бывает. Можно зайти? Заходи, Харп. Какой-то ты кривой немножко. Челево. О, вот кемпер. Ага, значит нам нужно быть в тепле. Так, тут нам итальянская музычка. Пиетус, здравствуйте. Давно не виделись. Но я вообще с ним никогда не лился. Вечер, господа. Похоже, сегодня мороз пробудили вам вас с жажду пиццы. Господа, как вы уже знаете, что хотите? Нам по три куска каждому. Лично мне пепперони, сырную и овощную. А я буду особую умо, пепперони и маргариту. Какие-нибудь напитки, ребята? Дядя Артель, отойди, пожалуйста. Ты что тут стоишь? Нам этого хватит. Просто пиццу сегодня. Спасибо. Хорошо. Шесть горячих кусков пиццы уже на подходе. С вас 22 500. Оплатили. Ну, нормально. Нормальные цены. Можно жить с такими ценами. Ваш номер заказа 27. Возьмите место, мы позовем вас, когда ваша пицца будет готова. Возьмите место. Take a seat, типа. Ну все, разошлись, а то тут столкновились. Ой, ну давайте присядем. Торопиться. Глубокий вдох. Тут так хорошо пахнет. Да, согласен. Что, почитаем сообщение? Голосовые тут нам шлют. Вот это мы в будущем, конечно. Нора. А Нора, ты что с нами есть? Ребята, вы слышали о Тейлор и Бакстере? Дайка угадаю. Она забеременела от Бакстера. И теперь они планируют устроить вечеринку в честь ребенка. Я сейчас вижу это объявление о рождении. У ребенка говорится, у этого ребенка большая сила. Майки. Лол. Они связались узами. Не говори мне, что они поженились. Я не получила приглашения. Майк. Самый большой ботан, которого я знаю. С исключением Бакстера. Он бы точно так же поступил. Это так мило. Все, что вам нужно, это любовь. Битлз. Тейлор Свифт. Я так рада за них. Они заставляют меня снова поверить в любовь. Ведь так? Мне всегда казалось, что они такие милые вместе. Я помню, как Тейлор рассказывал мне, как они встретились на концерте в старшей школе. От них воняет милотой. Вот это цели. Какие цели? Наши друзья по колледжу продолжают жить своей жизнью и женятся. А я тут надрываюсь и пересматриваю проекты для компании, которым даже не интересно. Бла-бла-бла. Серьезно, я тебя понимаю, сестра. Можно было бы поставить кровать в моем офисе, потому что там я сплю. Мы практически зомби в этот момент. Точно. А, так это общий чат. Тут иногда и Майкл, иногда и Нора пишет. Ага. Нора. Я так скучаю по городу. Официальная жизнь официально умерла. Сиракузы уже не те. Какие-то ритузы. Не могу поверить, что прошел уже год с тех пор, как мы виделись в последний раз. Ничего себе. Ну да, тогда стоит встретиться с друзьями, правда. Да, у меня есть предложение. Не такое, как у Бакстра и Тейлор. Но все же предложение. Как насчет того, чтобы найти дом в аренду этой зимой? Я на 100% уверен, что мы отдохнем. Мы будем жить как студенческий год. Есть вредную пищу. Накуримся. Под накурочкой. О, это на самом деле звучит как отличная идея. Наш маленький, уютный, маленький отдых-выходные. Отдых, не знаю, Майк. У меня сейчас так много работы. К тому же, сейчас завалено делами. Подумай об этом, Харпи. Выходные вдали от стресса. Никой работы, никаких. Это будет похоже на девичник, но с Майклом. Ты говоришь так, будто это что-то... Я не знаю, ребят. Я перезвоню после того, как... Хо-хо. Не знаю, может быть, русский язык все-таки не надо было выбрать. Отличная сделка. Привезут пиццу. Так, так, так. Мы забронируем домик. Here's the thing, guys. I want a tight budget. Like, I'm meeting ramen noodles. Their payments are about the only thing keeping the lights on. Короче, у нее там какие-то клиенты, из-за которых она задержалась. Поэтому она отдельно поедет. Нора, пожалуйста, будь осторожны. Жалко, что тебе пришлось выехать так поздно. А у нас машина двухместная. Она что, в багажнике бы ехала в таком случае? Где у нее есть машина? Езжай спокойно, не беспокойся. Я скажу Харпи, чтобы она осталась, чтобы впустить тебя. Ты слушал голосовое сообщение в Норе в группе? Да, только увидел. Похоже, она задержится. Облом. Похоже, нам придется начать вселиться без нее. Что же мы можем поделать? Не притворяйся, что ты не знаешь, о чем я говорю. Типа, начать что-то делать без Норр, типа. Заказ номер 27, ребята. Это ваше. Такс, ну давайте. Где наши пиццы? А тут же, оп. Вот. А я на него место сейчас как сяду. И получился. Хорошо, ребята, вы тут. Спасибо. Ну что, сейчас будет аппетиточка, да? Ммм, пожирание. Кто любит АСМР? Ох, черт, эта пицца хороша. Не могу поверить, что Нора пропускает эту бомбическую пиццу. Я знаю. I know, like that. Да. Простите, кто не любит АСМР, ребята, это вот игра про это, собственно говоря. Что мы тут ее всю съедаем целиком? Жрила. Корочку оставила? Нет, ну не оставим никакой корочки. Все целиком от и до, давай. Ё-моё, Харп, ты реально ешь корочку? Достаточно расточительно не есть ее. Не думаешь? Наверное. Но ты не устала бы есть кожурку от апельсина, не так ли? Или да? Приветствую, дорогие друзья. Здравствуйте. Я видел, как вы подъехали на этом стареньком красавце-грузовичке. Это верно. Не хочу быть занозой или типа того, но я сам направляюсь вдоль дороги. Типа. Похоже, мы ехали в одном направлении. Вы не против, если я проедусь с вами? В смысле, так мы в разных машинах. Едь сам. Тебе зачем? Просто направляюсь туда, куда дорога ведет меня. Я что-то по типу приключенца просто направляюсь по тропам, изучаю страну. Вообще выглядит, как какой-то русский мужик. Просто чисто такой, типа, санечек какой-то. Ну что скажете, не поможете человеку в снежную дорогу? Ну, я думаю, что нет. Нет? Вы смеете? Вообще, видели снег тут? Вы хотите, чтобы я шел пешком в такую морозную погоду? Слушайте, я сказала нет. Вы не так добры, не так ли? Слушайте, ну еще каких-то вот челов на заправке подбирать, и... Ну, я не знаю, это же ужас. Питстоперы это, конечно, явление, но... Ну, это было странно. Даже ничего не заказал. Мне его жаль, если честно. Такие мы, типа, немножко сучки. Немножко так, да? Спустя столько лет ты все такая же, Харп. Да, с маленькой буквы. Выход. Дай уже доесть спокойно. Это пицца была идеальным топливом для последнего этапа нашего путешествия. Там можно было рыгнуть. Я не рыгнул. Жаль, конечно. А можно еще заказать? Ну и ладно, пойдемте отсюда. Звуки улицы. Так, нора пишет. А-а-а, сердечки присылает. Ну и ладно. А где Майк? Майк, ты что там застрял? Ты еще пиццы хочешь? Ну давай, заказывай. Майк. Ой. А можно подальше? Святые небеса, это было хорошо. Ну хорошо тогда. Ты, может, готова к дороге? Может, ты пойдем... Может, мы сможем одолеть худшее, что... Вот этого челика. Что приготовится не для нас. Что за звуки? Что это значит? Мы уже близко, мы уже очень близко. Посмотрим. Если мы GPS прав, мы будем уже через час. Дай мне ключи. Уезжай. Харп, погода ужасная. Почему бы тебя не везти по дороге домой? Я буду везти, чтобы ты передохнул. Я боюсь предоставить такой перерыв. Не дашь, Харп. Я тоже боюсь. Тебе придется бояться, если не дашь мне ключи. Хорошо, но с одним условием. Что это? Я первый выбираю спальню. Когда? Ну или если мы доберемся. Как скажешь. Взять ключи. Ём, ребят. Я уже даже не знаю. Эта игра, она больше страшная. Из-за, ну, типа, из-за маньяков, которые могут нас ждать. Или из-за того, что с нами вот этот Майкл вот так вот покрепче его обнять. Вот это все. Какие-то намеки непонятные. Гудивень, 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 здрасте. Так, мы вот так вот гоняем. Вот я именно так направо издавал. Ну все, погнали. Так, поворот на Парсиево. Немножко задумался. Хорошая песенка. Давай, врубай, Майкл. Слушайте, я могу посматривать на него. Он там ровненько так сидит. А мы не очень ровненько идем. Сейчас давайте. Хоба. Майкл 2 немножечко поэта, по лобовому стеклу-то приударила. Так. Слушайте, я прям по встречке, да? Прям нормально, нормально. Ну, тут нет нормальной разметки, и снег тут все размел. Так что это... Ничего, ща мы расходимся тут на поворотах. Оп, вот так вот, класс с укропиком. Вот она, типичная русская возда, езда. Так. Я не знаю, прям разогнался немножко. Ну нормально, катится же. Сейчас он в водонапорную башню. Слушай, я даже не встаю. Мы туда едем. Мы пропустили первый поворот. Ладно, давайте дальше. Мы можем назад, как-то еще тут поезд. Так. Тут нет, правда, немножко... Так, что, нам будет сюда, да? Все, нет. Чуть-чуть, давай, давай. Поворачивай. Ничего, немножко развернемся просто. Выезжаем на нашу полосу. Пактун. Вот Бори, мы почти приехали, смотрите. Так, теперь нам только нашу кабинку принесли. Так, здесь мы у нас на стопа. Так, вот тут, да? Так, вот куда нам сейчас? Мы должны, наверное, вперед. Сначала я прихожу мимо нашего домика. А это наш домик. Так, типа, это наш домик, да? Ночью была очень холодная. Почему мы идем сюда, Харп? Это разве не наш домик? Ты же сказал, что мы проехали мимо нашего домика. Где тут, куда нам? Какие-то Бэрк Рик. Стоп. Куда нам идти-то? Вудбери 10-12. А, это декабрь. Ладно, давай. Девушка прогулялись тут по улицам. Где тут же пьес-то ваш? Не показывать ничего. Все, поехали. Вперед. Сказал, куда-то мимо мы поехали. Я не знаю, куда нам. Вообще, без падения. Вперед, не вперед. Тут Харп. Ой, дома пропадают, ребята. Ну, Майк был недоволен, что мы сюда пошли. Значит, наверное, мы не там. Подождите. Харп, ты в порядке? Может быть, я сяду за руку? Да, нам сюда точно надо. Я разбила грузовик Майка. Чего? Обо что мы его? Харп, ты уверен, что можешь припарковаться здесь? Может быть. А, это должно быть он. Ну все, ты бы так и сказал. Я думал, ты просто продолжишь ехать туда. Туда, туда. Ужасы какие-то. Тут причудливый маленький домик в тихом районе. Какой-то он подозрительно тихий. Ну, слушайте, везде есть фонари. Везде люди. Все нормально. Так, 241 домик у нас. Угу. Не собираешься забрать свою сумку? Дай-ка я ее принесу. Вообще, как бы перепарковаться бы желательно, но... Ладно. Это не моя машина. Я ее уже, к тому же, разбила. В этой истории. Такс. Ну вот, я с сумкой, значит. Пришли сюда. Все. Кидаем. Так, пароль. Давай. Slide to open. А... 54... 76. Что, неправильно? 51-76. Опа. Ключики. Все. Собственно говоря, можно и заходить. Заходи. Дом родной. Забыла сумку на улице. А вот он ее не забыл. Какое замечательное место. Я не знал, что можно на тебя положиться. Я знал, что можно на тебя положиться. Здесь так приятно пахнет. Так ведь? Но мне действительно нужно в туалет. Не торопись, Майка, посысь. Прям тут. Пока меня не будет, не могла бы ты убрать продукты в холодильнике? Конечно. Ведь всю работу на нас. Чемодан я принеси. Он был уютным, хорошо обставленным. Ну, слушайте, ну, в действительности за 100 долларов в ночь? Типа за 6 тысяч? Ой. Давно было такие цены. Типа за 9 тысяч примерно, да? За ночь? Ну, слушайте, это очень хорошая цена. Хотя в такой... Хотел сказать... Не халупи, немножко по-другому. Но да. Так, с продукты в холодильник. Давайте посмотрим, где-то вообще-то холодильничек. Такой у нас тут камин. Ребят, рум-тур. Вот здесь мы будем спать, отдыхать. Что там они сказали? Есть пиццу. Может быть, даже накуриться. Кстати, кури... Вот это неудобно. Вот это неудобное градостроительство. Это вот... Ребят, тут какой-то подвал подозрительный. Холодильник. Вот он у нас, значит. Продукты. Где у нас продукты? Они в машине или... О, внутренний дворик. Тут кто-то рисует какие-то плакаты. Слушайте, ну, в таком месте грех не порисовать, я считаю. Вообще тут прям... Вот у меня вдохновение уже. А, вот они. Вот они, наши продукты. Значит, в морозилочку мы их закидываем. Пришлось сначала открыть охладитель. Давай охладитель. Такс. Угу. Такс. Это сюда, это сюда, это сюда. Молочко у нас здесь. Крой закрыть мини-холодильник, прежде чем достать это? Вот это, не знаю, что было. Какие-то странные штуки. Помидоры. Яички. Такс. Какой-то йогурт замороженный. И капуста. Ну, слушайте, на три дня что-то как-то вам маловато, если честно. Я думаю. Я все закрыл, Майк. Ты там долго будешь? Да, ты, конечно. Отойди от меня. Что скажешь? Фух. Прости за это, Харп. Ну, слушай, ты сходил в туалет? Ты, типа, в порядке? Блинная дорога и эта пицца действительно подействовали на меня? Не беспокойся. В любом случае, это место выглядит безумно мило. У меня есть что-то, какое-то деревенское обаяние, которое ты просто больше не ощущаешь. Почему? Приятно ненадолго ехать из города. Это правда. Sure, обязательно. Эй, мне действительно нужно в туалет. Скоро вернусь. Можешь идти. Спасибо, что разрешил. Я как-нибудь сам решу. Все, закрыли. Один только запах сказал мне, что пицца действительно произвела впечатление на Майка. Тут, вон, смотрите, зеленый какой-то этот дым. Да. Вот это пицца. А тут нет освежителя. Воздух. Ты там дверками не хлопай мне. Фикус. Все, садимся. Давайте. Писометр у нас уходит. Можем написать Рику что-нибудь. А привет, мы зарегистрировались. Слушайте, ну на унитазе то самое писать. Я так тоже периодически... Слушайте, а куда-то я... Я куда-то уехал. Я как-то слишком внизу. Сейчас, подождите. Поднимаемся. Понимаете, меня прямо расплавила эта атмосфера. Такая вот ванна. Так, это что значит? Это что, вот это снова подглядывать за всеми? Слушайте, машина наша на месте. Правда, бачок пропадает периодически. Ну ладно, не такое бывает в деревнях. Почему не можем с туалетов выйти? А что нам тут еще надо сделать? Смыть? Это я думаю, мы без этого как-нибудь разберемся. Ребят, меня закрыли в туалете, я не могу выйти. Ну все, смыли. Руки помыть надо? Давай, помоем руки. Так, как-то без визуала решили. Что нам еще надо сделать? Помыли, руки помыли. Что, помыться или что нам надо еще? Мы зарегистрировались, все хорошо. Ребят, а... Я читал отзывы про эту игру. И там было сказано, что в какой-то момент вас запирает в туалете. Майкл. По-моему. Я старался без спойлеров, но... Меня реально заперло в туалете. А, потому что, может быть, не присевшие были? А, ну все понятно. Ты чувствуешь себя гораздо лучше после поездки? После того, что ты там в туалете наделал, уже намного лучше. Итак, осмотрим дом. Звучит хорошо. Давай. После тебя. Не знаю, он то ли такой прям... Ну вот, хороший человечек. То ли все-таки непонятный. Ну, раз мы с ним давно дружим, наверное, мы его знаем. Такие тут картины у нас какого-то японского стиля. Второй этаж. Так, хорошо. Тут много спаленок у нас. Дядь, ты че? О, хей, вы здесь? Ёб твою мать, кто здесь? Вы. Вы напугали нас. Я аж раздвоился. У меня реально, у меня сейчас чуть тело на две части. Я чуть не лопну. Упусь. Упси, я не хотел. Добро пожаловать в мой милый дом. А ты не мог спуститься раньше? Какая милая парочка. Не-не-не, мы просто... Мы не пара. А он не согласен, походу. Харм, тебе не нужно было так стараться? Я просто отвечал на вопрос. Он не спрашивал ничего, Сидни. Он сделал заявление, а ты запей. Упси, глупенький я. Я не хотел устроить между вами переполох. Никого не ожидали здесь. О, м-м-м. Я искал свою кошку ранее и вспомнил, что телевизор сломался. Просто думал попробовать запустить его снова, так как мы, последние жильцы, оставили плохой отзыв о нем. Знаете, люди говорят, люди относятся к гостям, как к членам семьи. Моя семья никуда без телевизора. И без сердечного приступа. И насчет этого. Ну, раз вы здесь давайте, я покажу вам мой любимый дом. Прямо сейчас? Я был плохим хозяином, если бы не показал вам, где что находится. Ой, слушайте, ну он коротышка даже. Хозяин был мужчина средних лет, очень нервный. Так, сто лет начал. О, душ. Эта штука заставит вас чувствовать, будто вы моетесь под водопадом джунгой хамазонки. Не хотел бы я так мыться. О, эта раковина не работает, к сожалению. Не волнуйтесь, я скоро починю ее для вас. Давайте я теперь покажу вам спальню. Покажи мне, пожалуйста, где выход. Ну, слушайте, а здесь даже уютно. В принципе, я вот люблю, когда такие крыши. Харп. Только посмотри на этот шикарный вид из окна. Вы думаете, это шикарный вид из окна, мистер? Погодите, пока я вам не показал балкон. Пойдемте за мной, пожалуйста. Как-то он на меня... Bombastic Side Eye сейчас был. Offensive Criminal Side Eye. Не, ну конечно, сквозь двери вы умеете ходить прямо вообще. Ну, это правда хорошо. Рад, что вам понравилось. Это одно из моих любимых мест. Вид на ручей прекрасный. Это даже отличное место для рыбалки. Ладно, давайте возвращаться назад. До того, как я опять простужусь. Дядь, ты поаккуратнее со здоровьем. И так уже весь вот больной. Кто ж так выпрыгивает-то из-под телевизора? Вы что, девочка из звонка? Сюда заходим. Давайте, тут кладовка. Все понятно. Если вам что-то понадобится, инструменты, одеяло, все здесь. Это электричество когда-нибудь отключится? Вы можете воспользоваться этим фонариком справа от меня. Такие бури никогда не знаешь. Надеюсь, нам это не понадобится. Правда, надеюсь. Поверьте мне, лучше всегда знать, где ваш свет. Ладно, ребята. Давайте спустимся вниз. Как страшно. Мне я прям боюсь. Особенно я боюсь, потому что у меня есть ограниченное время на съемку этого видео. Я боюсь не успеть из-за всех этих туалетов дядей. Куда в холодильник? Мы наша еда. Ладно, вижу, что вы заставили холодильник вкуснейшей едой. Да, с салатом и йогуртом. Введите ручку. Прокрутите ее вверх для большего охлаждения и вниз для меньшего. Зимой постараюсь держать его в нижнем положении, потому что щита выходят заоблачные. Говоря о зиме, мне лучше вам показать водонагреватель. Слушайте, ну он так-то на самом деле милый хозяин. Просто какое-то, ну, знакомство плохое вышло. Первая нота такая злая. Я говорю, вот это вот, это неудобно. Надо наоборот дверь ставить было. Вообще ремонт. Ой, вот нас сейчас просто здесь закрывает кто-нибудь, да? И я тут два маньяка. Вот сейчас вот там из-за этой штуки вылезает. Я не хочу к вам подходить. Здесь не о чем беспокоиться. Только водонагреватель и кое-какие старые вещи для хранения. У него довольно большой резервуар. Но если он когда-нибудь перестанет работать, просто нажмите кнопку снизу. Лампочка должна загореться и начнет работать снова. Ну, понятно, что это вот здесь много кто живет. Вы идете, мисс? Да, да. Сейчас только щитки посмотрю, что все нормально. А то придется еще тут заходить. Так, какая-то кнопка как тут снизу. Хорошо. Иду, иду. Сейчас, подождите. Ну, как это сказали посмотреть? Посмотреть, посмотрел. Ээээ... Сэр, что там с той комнатой? Ничего, о чем вам должны беспокоиться. Я как бы использую этот подвал как склад. Адридаторам не нужно это пространство. Им действительно стоит держаться сверху. Ладно, мне просто было интересно. Отойди, пожалуйста. Давайте двигаться дальше. Не смогла открыть дверь. Ну, может, ну и слава богу. И как мне тут проходить? Я уже упоминал, что... Ну, нет. Возможно, не стоит заставить это при себе. Парень, у которого я купил этот дом, ну, сказал мне, что его мать умерла здесь. Вот это тоже точно нужно было сказать. Вот. Некоторые гости сообщили, что слышали голоса по ночам. Они сказали, что слышали, как что-то жарко здесь внизу. Не хочу вас пугать. Но себе я был одним из вас, и я бы сюда не заходил. Это вот он, мне кажется, сказал... Да, ё-моё, а почему мы так близко-то? Ну, что такое-то? Хе-хе-хе. Выражаться в ваших лицах. Да ладно, я просто шучу. Ну, понятно. Просто не хочет, чтобы мы сюда заходили. В этот момент мой мурашкометр тихо показывал 6 баллов из 10. Да. А мой девяточка. Девяточка, возможно. Ладно, ребята, снег начинает накапливаться. Сейчас отправлюсь в путь. Мне нужно идти к этому чертову кота. Спасибо, что показали нам дом. Кстати. Какое имя было указано при бронировании? Я, наверное, старею. Это было имя Сидни. Ха! Сидни, точно. Красивыми для красивой девушки. Все. Мне кажется, этот чувак действительно супер странный. Очень странный. Ладно, пойдем посмотрим, если что-нибудь хорошее по телевизору. На самом деле, я пойду быстренько приму душ, я вспотел чуть-чуть. Круто. Найду что-нибудь посмотреть, пока ты там. Дай мне знать, если почувствую, что находишься под водопадом. Какой странный парень. Ладно, скоро увидимся. Кто говорит, скоро увидимся, когда идет в душ? Вот этот душ. А-а-а. Под водопадом, значит. А ты раздеться там не хотела? О, полмолив, мой нежный гель. Не, кстати, ребят, представьте, у меня теперь челка есть. Ужас, правда? Вот что с людьми делает жизнь. Ну что, почувствовала под водопадом себя? Ну да, он называется типа тропический душ, по-моему, что ли. Как-то так. Блин, она даже не раздевалась и не одевалась. Еще один фикус. У меня просто прям такой же, вот смотрите. Даже в горшочке похоже. Ну, растения, они в интерьере создают атмосферу. Вот здесь много текстиля, много дерева. Прям абсолютный уют. Абсолютный. Такс, все закрыть. Закрыть. Такс, что здесь? Что здесь у нас будет? Ребят, я не знаю, это правда или нет, но я вот, мне прям холодно. Эй, Хар, посмотри. Я нашел эту уточку в том сарае. В том сарае. Пришло время увидеть, насколько я хорош в рыбалке. Я не знаю, там холодно. Что могло бы сделать это путешествие более эпичным, чем возможность поймать свой чертов ужин? Я думаю, это может быть весело. Черт возьми. Иди за мной в сарае, есть еще одна уточка. Так что мы оба можем попробовать. Ну, пойдем. А какой сарай-то ты тут нашел? А, на заднем дворе. Блин, слушайте, ну правда тут. Ну, какой красивый дом. Как это здесь разбираться? Если бы вот не эта зловещая атмосфера, ночная. Ну, думаю, днем здесь очень-очень мило и уютно. Хочешь взять другую уточку, Харп? Да, дай мне секунду. Где уточка? Вот эта? Окей. Ого. Реально, ого. Я видел потрясающий рецепт запеченного карпа. Нам нужно поймать три карпа. Ты в деле? Да. Ну, во-первых, нам нужна неправильная наживка для карпа. Посмотрим на эту доску с информацией о наживках. Когда будешь готова, хватай наживку для карпа и отправляйся к ручью. Собираемся поймать карпа, Харп. Пожалуйста, не рифмуй мое имя. Оно болтается немножко тут. Какая-то это, вертихвостка. Так, для карпа. О, вот, для обычного карпа подойдет сырная наживка. Все, нацепили мы на крючок. Вот сырная наживка у нас есть. Хорошо. Слушайте, ну так-то очень умиротворяюще. Прям вот эти лампочки. Прям красота. Смотрите, тут зона отдыха. Гитару, правда, зимой нежелательно держать, конечно, на улице. Но ничего страшного. И не зима. Это типа, чтобы не скучно было рыбачить. Надеюсь, карпы сегодня хлюют. Что там карпа, как все стороны? Это было слишком близко к зиме, реально. Так, давайте забрасываем. Успеваю. Оп, оп, оп. Такс. Все, понял. Такс, нет, не понял. Знаешь, я думаю, старый поговорка права. Плохой день на рыбалке все равно лучше, чем хороший день на работе. Ну, наверное, да. Это все Сидни, у нее просто опыта нет. Вот и все. Так, рыбешка, ловись. Я тебя сейчас поймаю. Так, слева и права, левее и правее. Поймали. Карп. Ловим. Говорят, если есть один карп, то всегда есть больше. А, то есть, только мы карпа ловим, а он, видимо, какую-нибудь другую штучку делает. Пошли стиль. О, карп. Так, с второго поймали. Поймали. А ты-то чем занимаешься? Ты там что ловишь? Просто карп, ес. Все. Ладно, харп. Похоже, мы поймали трех карпов. Ты хочешь вернуться назад и закинуть их в духовку? Блин, я теперь хочу есть из-за этого всего. Так, духовочка давайте. Опа, так, построили. Пока я чищу рыбу, тебе не составит труда приготовить маринад. Я не знаю, как его делать. Просто возьми миску и добавь туда имбирной пасты, растительное масло, черный молотый перец, соль, итальянские травы, паприку и йогурт. Уже бегу. Так, стук мы, значит, наделываем. Хорошо. А, все, у нас здесь есть нормальная соль. Что из этого? Так, итальянские травы. Какая-то паприка, я думаю, у нас, да? Паприка, хорошо. Так, это у нас чеснок с имбирем. Слушайте, ну правда вкусно звучит. Оливковое масло. Что у нас еще есть тут? Йогурт, я помню, был в холодильнике. Вот йогурт, чуть-чуть. Соль и черный перец. А вот они и стоят. Оба, оба. Ну, на мешанина, конечно. А ты куда? Ой, боже. Все, я сделал. Не положишь рыбу и маринад в кастрюлю? Уже бегу. Слушайте, ну, я хочу есть теперь, кошмар. А почему два карпа здесь? Ладно. Так, два карпа. Один карп. Второй карп. Так, положили. Маринад и овощи. Теперь не могла бы добавить овощи. Считала, что нужно поставить 30 минут на 400 градусов. Ну, по Фаренгейту, видимо, да? Так, закидываем. Ой. Ой. А как остановить? Те карпы обещают быть вкусными. Но раз мы ждем, пока они приготовятся, как насчет поиграть в настольные игры? Я видел несколько в комнате. Какой из? Ну, просто возьми, что бросается в глаза. Жду, не дождусь видеть, что ты выберешь. Я видел несколько в комнате радостности. Надеюсь, что мы смотрим. Надеюсь, мы правильно поставили по рецепту. Правда, я немножко. Я не сдержался. Бутерброды сделал. О-о-о! Вау! Крутая игра! Доска Уиджи! Вызывать духов. Здесь же кто-то умерла. Помогли бы один раз. Молли мне один раз сказала, как ей удалось поговорить со своей мертвой бабушкой через одну из этих штуковин. Я не могу терпеть ее потустороннюю чертовщину. Эй! Помнишь, как Рик вел себя странно? при упоминании подвала. Как тебе идея попробовать это там? Хорошая идея? Угу. Тогда погнали. Ты уже боишься? Нет, я бутерброд ем. Подожди. А у меня такой вопрос. А что должно произойти? Типа мы в подвале, в страшном, в котором сказали не заходить, где вроде бы как кто-то умер. Используем спиритическую доску. В страшном доме. Непонятно где. Пока наша подруга, между прочим, не приехала. Так, ой. Поаккуратнее, а то меня так можно и пришибить. У меня, конечно, есть доска Уиджи, но я сама по себе не доска. Так. Ну, давай ставить. Знаешь, что делать? Это еще более страшно. Давай выключим свет и увидим, реально ли работает эта штуковина. Давай выключим свет. Давай, давай. О-о-о. Ну да, давай. Давай, давай. Это же интересно становится. Все реально. Все равно ты знаешь, как эта штука работает, да? Да, знаю. Хорошо. Тогда ты первая. Здесь есть духи, которые хотят с нами поговорить. Q. Что? B. М. Я не понимаю. Yes. Да, здесь есть духи. Не может быть. Это ты двигаешь точечку? Это была не... А, типа мы рукой это еще тут держим. У меня есть такое же ощущение. Продолжай. Как там в загробной жизни, приятель? Эй, прояви уважение. Не... Мэн... Мэн... Ничего не понимаю. Не могу читать так, непонятно. Моя очередь. Ну же, приятель, дай нам знак, дай нам знать, что ты здесь. Что за черт, Майк, подожди меня? Обычно я не из тех, кто есть привидения или духов. Но сейчас я верила во все. Но я бы солгалась, если бы сказала, что ночью не чувствовала себя неловко. А, ты что так спилась-то? Молодой человек. У тебя астма? Да. Здесь происходит какая-то херня внизу. Харп. Это было странно. Странная часть, то, что ты меня бросил. Реально. Что за черт, Харп? Я думал, ты тоже пошевелилась своей задницей. Было бы неплохо, если бы ты проверил. Ты когда-нибудь слышал? Обей или беги. Сидни, прости. Хорошо? Как скажешь. Так, что это было-то там, непонятно, ничего же было. Никто ничего не сказал. Зато он рыбу приготовилась уже. Доставай вкусняшку. Прямо так руками, да? Нормально. Вот настоящий мужчина. Так, а зачем нам было три рыбы, когда мы приготовили две? Может быть, это для нашей подруги. Норы, про которые мы уже забыли вообще-то. Думаю, скоро начнется шоу. Как насчет того, чтобы посмотреть телевизор? Конечно. Нужно взять тарелку. Логично. Так, с тарелочкой рыбонькой пошли. Кушать вилку, ты не хочешь там ложку взять? Как-то он резко прям упал. А, ну ладно. Я вот сюда сяду. Че нам обязательно рядом сидеть? Ну ладно, рядом сядем. А, ну ладно. И возьмем несколько ко-ко-бингов. Ой-ой-ой, они готовят какую-то спаржу с какао и солью. Ку-ку-ко-бингов нужно, чтобы быть взбленлено в соусе. С немножечко винограда. Надо держать этот вкусный вкус. Ну конечно, у них тут интересное шоу, ничего не скажешь. Следующее, которое мы приготовим, это майонез. Мы взбиваем это в пану с айристофу. Я не буду ловить. Вкуснятина. Это будет вкусно. А, по вкусу как говно. Понятно. Я закончил с этим. Я тоже. I'm so done with it. Харм. Это было одно из лучших блюд. Вдвойне лучшее, так как мы поймали рыбу сами. Она была неплохой. Тебе не нужно портить мне праздник, Харм. Ты была не пицца моя, потому что она почувствовала хорошую. Ну ладно. В любом случае, мне нужно быстренько проверить мою электронную почту. Забыл свой ноутбук сфер. А я думал, мы отдыхаем от работы. Это не пароводь, я просто жду детали отправки моей новой Диэс. Какой это пристарк? Сейчас вернусь. Where, like, where are you, Нора? Нужно было помыть посуду. То есть на нас все спихнули. Понятно. Ладно, ладно. Мы готовим. Мы, значит, убираем. Все. Сейчас все приготовим. Все уберем. Все помоем. Вот туда же у нас мусорка. Может, просто выкинуть эти трелки все? Диш-вашинг. Занимаемся, значит, помойкой посуды. Сейчас-то там в окошке кто-то появится. Или что, правда, нет. Никого не будет даже. Даже в последнюю секундочку. Просто все помылось. Ощущение-то реально, что тут может быть кто-то и есть. Ой. Мне кажется, под моей кроватью кто-то есть. Прямо сейчас сможешь подняться? Майкл? Что за пранки? Что за глупые пранки? Тебе что, пять лет? Сам загляни под кровать? Будем мужчиной? А, вот тут. Где ты живешь вообще? Не сдавай звуков. Иди медленно. Тем временем я хлопаю дверями. Ё-моё. Вот. Он же сейчас просто выпрыгнет отсюда. Ай! Я знал! Майк, тебе повезло, что я не сломала тебе нос. Мой хороший вид является половиной моего очарования Харп. Не подпорти его. Я точно поймал тебя. Это было весело, не так ли? Нет. Да ладно тебе, это была шутка. Не хочешь следующий раунд? Следующий раунд? Что насчет пряток? Ладно. Хорошо, что ты в деле. Считаю до десяти. Ё-моё. Такс. До десяти считает он. Такс. Я решил спрятаться в подвале. Ну, в принципе, в принципе логично. Но я бы, наверное, в подвале сразу пошел искать. Тоже. Это не подвал, это не подвал, это не подвал. Вот. Пусть он думает, что там, где открыта дверь, это я. А в подвал мы дверь закроем. Такс. Такс. Вот сюда спрятаться. Вот он бы тогда точно нас не нашел. Ммм. За бойлером? Сейчас спрятаться в укромном уголке под лестницей. Вот это хорошо. Ага, попалась. Даже не был испытанием. Я подумал, что ты будешь хороша в этом, раз я не мог найти тебя в городе. Может, тебе стоит искать получше. Ладно, теперь моя очередь прятаться. Лучше закрой глаза, начни считать. Ладно. Так, я в следующий раз, я выключу микрофон. Закрыть глаза. Вот мы откроем. И тут кто-то боится. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Кто не спрятался, я не виноват. Я вот вообще обычно, типа, не боюсь скримеров. ФНАФ меня научил. Но в этой игре... Я думаю, что он пошел куда-нибудь наверх наверняка спрятаться. Или в туалете, типа, вот за шторкой. Нет? А если в шкафчике проверить? Шкафчик не открывается. Я застрял. Так. Здесь ты, может быть, прячешься. Где-нибудь вот тут. Прямо в шкафу. Опа, нашелся, попался. Погоди, Хар, кажется, что-то слышал наверху. Я тоже. Обмени меня раз, позор тебе. Обмани меня дважды. Fool me once, fool me twice. Are you death or paradise? Без шуток, Сидни, я слышал что-то наверху. Ты не слышал этого? Слышал. Я клянусь своей жизнью, я что-то слышал. И вижу эту дверь на чердак. О-о-о. Может быть, это тот мужичок. Не могла дотянуться на него без стремянки. Типа тут свет справа от него. А, вот фонарик. Оп. В случае чего он у нас есть. Хорошо. Может быть, стоило бы его взять с собой, если мы идем на страшный чердак. Майк, давай ты. Ты собираешься проверить? Ты выше меня, почему бы тебе не залезть? Я думаю, ммм, моим плеч слишком широкий, чтобы пролезть сюда, Сидни. Но одному из нас точно стоит. Куда ты прячешь эти широкие плечи, Майк? Тебя их не видно. Seriously, Сидни? Я не думаю, что они пролезут. Используй подножку позади, заберешься наверх. Какую подножку? Подножку от тебя, мой дорогой друг. А, вот она подножка. Все понятно. Ого! Ого! В этом доме точно есть паранормальное явление. Вот это страшно уже. А, Майк, тут дверь есть какая-то. А, вот тебе кошечка, нашелся, наконец-то. Смотри, какой. Можно погладить даже. Ой, ему прямо нравится. Смотрите, как хорошо. Все понятно. Это был всего лишь пранк к кошкой. Ну и ладно. Это был всего лишь кот. Ох, какое облегчение. Ой, так, все, теперь мы прячемся. А мы с фонариком будем ему этот сигнал подавать. Что, спрятаться в сраде инструментов на заднем дворе? Так, хорошо. Неплохое место, думаю, неплохое. Сейчас подаем сигналы, что мы не тут. И свет включить. Так, блин, получается здесь страшно. Это то, что мы в прятки играем, получается? Иногда прятки в действительности могут быть жуткими. Особенно в темноте. По сне. Ты нашел меня. Черт, Харт, мне потерялось немало времени, чтобы тебя найти. Моя очередь, закрой глазки. Смотри, спущусь в доме. Спрячусь в доме. Все равно направляюсь ему внутрь. Ты найдешь меня, мы пойдем спать. Хорошо. Неплохая задумка, давайте. Только я буду считать очень-очень быстро. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Кто не спрятался, я не виновата, сказала Сидни и вышла из сарая. Но Майка не знал, что у нее было преимущество. Фонарик в глаз. Смотрите, тут даже котика нарисовали. А, это лисичка. Это русская, что ли, картина? Смотрите-ка, она в березах. Шучу, я-то знаю, что береза есть во всяких странах разных. Не только русская. Вот это было бы с его стороны, конечно. Мужик. Что происходит? Что случилось? Ха, ну привет. Почему вы здесь? Еще раз. Ячьи не смесите ли тебя с этим проблемы? Ну, стоило об этом сказать. Мисс, это мой дом. Мне не нужно проверяться у вас каждый раз, когда я что-либо чиню. Никогда раньше не делал, чтобы смеситель чинили молотком. Много ли вы сами чинили смесителей, молодой человек? Не думаю так, поэтому мне кажется, что вы знаете, какие инструменты для этого нужны. Как долго вы тут были? Как раз прибыл несколько минут назад. Если ты сказал что-то до этого, значит, это должна была быть тетка. Тетка, помнишь? Тетка. Вы не думали о том, что можете починить ее завтра? Вы просите меня уйти, мисс? Нет, Рика, она просто вежливая. Мы арендовали этот дом и хотели бы побыть в нем одни. Я... Мы не особо хотим звонить правоохранительным органам. Майк, позволь мне разобраться с этим. У меня есть фонарик. Никаких копов в Удбере, сынок. Вы думаете, они стали бы арестовать домовладельца за починку смесителя? Я просто делал небольшую работу. Если вы не можете потерпеть, то же ваши проблемы, не мои. А знаете что? Если вы, ребят, не хотите, чтобы я чинил смеситель, я оставлю его как есть. Да вот и оно. Выходи отсюда. Я посмотрю, где ты живешь на самом деле. Уж-то видно, что в этом доме живет кто-то другой. Стал бы этот мужик вешать вот такую картину. Ну да, наверное, стану. Заперев дверь, мы обсудили, что делать. И пришли к выводу, что с Риком с самого начала что-то было не так. Казалось, ему нравилось придумать отговорки, чтобы прийти без предупреждения. В конце концов, мы решили, что Рик странный, но, вероятно, безобидный. Мы объяснили его поведение крайней неосведомленностью в обществе. Такой, типа, не зная норм социальных. Послушайте, мы уже преодолели весь этот путь. Давайте просто повеселимся, сказал Майк. Но к этому времени я уже чувствовал себя по-настоящему уставший. И решила немного отдохнуть. Что-то я устал. Нам немного отдохнуть. 11.39, все, байники, пора. Ой. Что за сон такой странный? Страшно. Какие-то мигающие огни тут. Кто стучится ко мне в двери, тот получит фонариком в глаз. Хар, ты все еще не спишь? Тяжело спать, когда кто стучится в дверь. Не против, если я зайду? Хотелось бы кое-очем поговорить. Заходи. Странный ты, конечно. Майк. Хочешь поговорить с окном? Можешь это сделать в другой комнате. Шторм начинает сильно ухудшаться. Я почти не вижу грузовик на дорожке. Надеюсь, норм в порядке. Она будет в порядке, Сидни. Не беспокойся. Я позабочусь о тебе. Ты так милостой стороны, Майк. Это вообще не проблема. Там парням следует наблюдать за теми, за кого они беспокоятся, верно? В чем ты говоришь? Какой денек, однако. Не совсем так я представлял нашу поездку в Сидни. Это было странно. Ты можешь в это поверить? Он просто бродит по дому, будто он им владеет. Он действительно владеет этим. Ты знаешь, что я имею в виду, Сидни. Он не может внезапно являться, когда захочет. Мы арендовали этот чертов дом. Я имею в виду, он вроде как не опасен, но я раздражен. Я тоже. Мне реально нужно вздремнуть, Майк. Нам нужно было лучше, если мы вздремнем. Пой. Почему бы тебе не сесть около меня, Сидни? Почему бы тебе не уйти с моей кровати? Что сейчас будет? Что сейчас будет? Харм, ты знаешь, я скучал по этому. Ну, я просто разговариваю. Прошло так много времени. Ты знаешь, если тебе... Если тебе не... Тебе не надо спать одно, если ты не хочешь. Майк, ты к чему клонишь? Такс. Молодой человек. Ты говоришь так, будто ты не помнишь нашу поездку в Орегон. А, я помню, она была неловкой. Оно хотя бы неплохо начиналось. Майк, мы много выбили. Кое-что произошло. Это верно. Я надеюсь, может это случится. На помощь? Пжж! Подожди, тут Нори. Просто позволь позаботиться о деталях, Сидни. Майк, не нужно сейчас хорошее время. Очень плохое время. На помощь. Водопад. и моё хрустное мотоцикло просто сломал. Это снег, и я на стороне дороги, на хайве 11, близ Килингтон. Есть сигнал на стороне дороги. Это сложно увидеть. Я думаю, что это называется Кент-Понд. Сноя как-то половина длинная, и я не могу отбирать мотоциклы от мотоцикла. О, нет! Какой момент? Мы не можем оставить нору брошенной? Дай-ка, оденусь и встречу тебя снизу, у лестницы. Нет, Сидни, ты остаёшься здесь и спишь. Нет смысла о том, чтобы отмораживать обе задницы. Ты уверен? Да, я уверен. Ты в пижаме, а я ещё одет. Просто располагайся поудобнее и пойду по мугу норю. Так мило, Майк. Всегда нравится держать тебе приятные вещи, Сидни. Ну, я тогда спать пойду. Мы завершим этот разговор позже, окей? Хорошо поспи и оставайся в тепле. Ты реально думаешь, что нам стоит... Ну, типа, нам реально стоит? Мне кажется, не стоит. Я не могла лишь спать, не заперев входную дверь. Ну, давай, заперём. Всё. Справа, входную дверь. Эй, почему бы тебе не отдохнуть, пока я буду в отъезде? Ты веришь, что безопасно ездить в такую дорогу? Не бойся, я водил в погоду похуже. Кроме того, норов больше опасности, чем я. Наверное, ты прав. Смотри, убедись, что позаботишься о себе. Хорошо запри все двери. Перед тем, как я уйду... Так, что ещё ты обнимаешь их? Не сейчас, Майк. Слабь таких слов. А как тут запереться все двери? Она уже закрыта, вот эта, нет? Всё здесь закрыто. Тут закрыто. Не знаю, может ещё какие-то двери надо закрыть. Так, ну тут вроде выходов нет. Только та, которая на балкон ведёт. Я очень хотел немного спать, пока не пришли Майк и Нора. Ну, спать так спать. Как бы я считаю. Только сейчас я говорю, балкон-то надо закрыть. Кто это? Балкон закрыт. Всё. Можно идти спать. Пока там они что-то там в машине. Вот к ней иди приставай, она бедная, холодная, замёрзшая. А я спать. Я сказал себе, что всё наладилось бы, если бы я немного отдохнула. Нора всегда знал, как поднять настроение с каждой минутой. Мне это нужно было всё больше. Так, она скоро приедет. Я решила отдохнуть. 12.40 утра. Нормально, поспали. Хороший такой сон. Подождите, нет. Это 12.40 уже ночью, ведь. Недолго спала, конечно. Сейчас, сейчас, секундочку. Я не одетая. Хотя, наверное, Майк от этого бы ещё больше стал трезвонить. Да я слышу. Вы тут? Нет, не тут. Сейчас, сейчас, подождите. Сейчас, сейчас. Так, сначала посмотрю, кто здесь. Какой-то дядя. Сознание того, что кто-то был снаружи. Я видел вас тут, дружище. Пожалуйста, откройте дверь, я до смерти замерзь снаружи. Нет. Я что, дурак? Ну, чё тебе надо? Уходи. Ты вот, ты за нами следил без нашего разрешения? А теперь ещё, типа, не надо мне тут долбиться. Я тебе сейчас так долбану фонариком. Вот тебе, вот тебе. Сметись. Чё, написать ребятам? Тут. Тут какой-то. Мужик. Всё, написали, я считаю. Ну и что ты хочешь от меня? Хоть представь, сколько времени. Смотри, дружище, я знаю, что это очень хорошо, не очень хорошо долбиться в дверь посреди ночи, но сейчас в очень плохом положении. Я рассчитывал на поездку от некоторых друзей, но они остались позади примерно в двух часах. Можете сесть на крыльце, пока ждёте. Спасибо, но я надеюсь, что вы позволите мне положить внутри. Вы не зайдёте сюда. И точка. Да вы издеваетесь? Ты позволишь мне там замёрзнуть насмерть? Я не заставлял вас идти пешком в снежный шторм. Мне стоило знать, что тут не будет такой же безобразницы, как и в пиццерии. Что? Ты думаешь, я не видел тебя и твоего маленького паренька, рыбачившими в заливе ранее? Я подумал, может вы сейчас дадите мне шанс? Похоже, всё ещё нет. Недобро. Убирайте, я позвоню в полицию. Тут нет полиции поблизости. Говоря об этом, я не вижу тут грузовика твоего приятеля. Я звоню 911. Ладно. Как пожелаешь. Так, где тут звонить? Телефончик, телефончик. А тут его вообще возможно и нет. Кому тут звонить-то реально? Реально некому. Где телефон-то найти? Но позволь мне кое о чём тебе рассказать. Ты получишь по заслугам за то, что оставила меня там. Карма та ещё безобразница, дружище. Да. С этим будут проблемы. Но мужчина у двери казался незначительным по сравнению с тем, насколько я была уставшей. Типа тебе чисто пофиг, да? Не могла тут держать глаза открыты. Мне нужно было немного поспать. Ну вот, надо было идти к нам, когда было светло ещё. А сейчас уже ночь. Всё, спим. Не могла лечься открыть дверью. Не ложись. Мне кажется, это плохо кончится. Так вот лежишь. Вроде бы засыпается. Он об дверь расшибся головой. Так. Подождите, подождите-ка. Подождите-ка. Сейчас, тихонечко, тихонечко. Почему? Рейка, извините, что беспокоиться не могли бы и позайти ещё раз. Тут кто-то. Мы встретились, когда вы ехали туда. Он стучал в дверь и начал гружать. Мне очень напуганно, мне кажется, что я слышу какое-то по дому. Не могу ли приехать посмотреть, раз вы живёте так близко? Он ведь наверняка нам даже близко не ответит. Но может быть, ему нужно время ответить? Как будто бы это очень глупо пойти и посмотреть. Но всё же. Мы в фильме ужасов. Если кто-то звонит с двери, значит, он не в доме, правильно? О, это Рик. Рик. Смотря на то, что он странный, было радо его видеть. Какого чёрта тут творится? Ах, слава богу, вы здесь. Рассказываем ему ситуацию. Да, я приехал настолько быстро, сколько мог. Я бы больше беспокоился о нём. Больше не беспокоился о нём. Не, спасибо, что приехали. Кстати, где твой друг? Тот, кто был с тобой ранее. Майк? Он поехал подобрать нашу подругу. Так, получается, тут сейчас совсем одна. Да, но мои друзья скоро вернутся. С молоточком, ведь, в руках. Что-то осмотрелся как-то подозрительно. Куда-то пошёл. Куда-то пошёл. Странно. Вот так вот получается. Сначала мы к нему с недолюбием, а он к нам пришёл на помощь. Шторм по типу такого приносит гости самых разных людей. Не все из них знают, когда лучше держаться подальше. Да. Давайте мы тут с вами погреем ручки-ножки. Вот. Ой. Приехать ещё раз? Что вы имеете в виду? Я живу в Берлингтоне. Я не был в пункте проката уже несколько недель. Всё хорошо, мисс? Да, всё хорошо. Вы знали, что сообщение не так, но с кем вы разговариваете? Это мои друзья, они почти тут. Это так? Да, спасибо, что зашли. Вы можете вернуться, если хотите. Ты уверен насчёт этого? Да, я просто перепаниковала. Может, мне стоит проверить всё, видеть, что всё в порядке. Кто? Что ты сейчас сказал? Предъявить. Это мой грёбаный дом. Я уйду, когда сам захочу. Вам нужно уйти сейчас же. Я так не думаю. Если кто-то покинет этот дом, это будет один из нас. Блин, да, наверно. Чего? Что? Что? Типа двери заколачиваешь? Или что? Ааа! В смысле, кто-то один. Что? Что это значит? Мы померли. Так, смотри, побежал сюда. Я пытаюсь понять, а чё, как, откуда у меня звук идёт? Я отключил микрофонсер. Я вспомнил, что у меня на видеокамере, которую я сейчас снимаю... У меня есть встроенный микрофон. Ааа, ладно. Но мы поняли, что надо делать, как минимум. Так, теперь мы можем бежать. Нажимаю. Куда бежать-то? О нет, о нет, о нет, о нет, о нет. Он здесь, он здесь за нами бежит. Так, смотри. Куда, где, где сейчас? Он же, как-то дверь, он заголотил её. Твою мать. Здесь всё. Через что? Через что бежать? Так, значит, здесь уже разобрались. Надо просто быстро бежать и не смотреть на эту дверь. Так, всё, теперь мы чётко заходим с нами в ту комнату. Нужно подождать, чтобы добрать. Нужно ждать, чтобы оставить. Всё, в подвале. Ой, на чердаке. Такс. Не можем, правда, посмотреть, что происходит в действительности. Но там, получается, наши друзья, их там двое всё-таки, наверное, не смогут справиться с ним. Нора, всё испортила. Блин, лишь бы он их не избил. Самый супер, что закончил говорить по телефону с другими костями, позвонил 911. Спасибо. Да, всё, так и надо, так и надо. Yes, sir. Да, уже норм. Если бы люди и так общались в реальной жизни, мало бы кто выживал. Я не знаю, спускаться мне или нет ещё. Я боюсь вообще-то. Боже, как страшно. Почему так медленно идти? Это чтобы ещё страшнее было? Слушайте, музыка вроде добрая, значит, наверное, мы уже смогли с этим своим делом разобраться, правда? О, боже мой. Ой. Ольф, спасибо. Здравствуйте. Тут был, представляете, сумасшедший мужик с молотком, который чинил раковину. Он чуть её не сломал, а потом ушёл, в общем, вернулся и меня чуть тоже молотком не стал чинить. Я рассказал всё, что произошло после ухода майка. Рик позвонил в полицию. Но к тому времени, как они прибыли, буря уже утихла. И, конечно же, этого человека нигде не было видно. Всю ночь я прокручал голове всё снова и снова. Мы думали, что человек, которого видели, тайно жил в том домике, которым он не пользовался, когда он не использовался. И планировал ограбить нас во время нашего пребывания. Но Коб, похоже, решил, что это действительно. Но Коб и, похоже, решил, что с действием этого человека скрывался более серьёзный умысел. Действие, выходящее за рамки простого ограбления. Рик спросил меня, как выглядел этот человек, и после этого больше не задавал вопросов. Подумаю, что он знал, с чем говорил. Но в конце концов он просто вернул нам деньги. Ну, слушайте, это и неплохая концовка, получается, ведь так, если разобраться. Что все выжили, деньги вернули, отдых запомнился на всю жизнь. И на этом игра подходит к концу. Ну что, что могу сказать? Это первая часть First of Edmund, которую я сам поиграл. Старался нигде ничего не смотреть, потому что все его, конечно, сейчас проходят. Надеюсь, могу поскорее её загрузить, чтобы вы тоже могли это всё дело посмотреть. Мои, так сказать, озвучки прохождения. И на этом, в принципе, всё. Если вы хотите больше видеоигр, напишите, пожалуйста, мне в комментариях об этом. Потому что я хотел бы пройти ФНАФ в Индузе Бит. Хоть я немножко поздно, но всё равно. А если вы хотите больше посмотреть, пожалуйста, пишите мне. Я буду очень рад это увидеть. Спасибо, что играли в First of Edmund. Потому что кажется, это последний эпизод, возможно. И я успела только на пятый. Почему? Давайте второй сезон, пожалуйста, разработчики. Я скучал. Оставайтесь со мной, оставайтесь с собой. И всем пока-пока. Оставайтесь с собой.